Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналя, и сегодня у нас будет видео по очередному обновлению Star Stable Online. И давайте сразу предупрежу вас, видео будет очень длинным, потому что я буду рассказывать об обновлениях, которые произошли за последние две недели. Почему же не было видео по прошлому обновлению, да и обновлению в среду? Почему оно все-таки выходит именно сейчас, а не раньше? Потому что я болела, и когда вышло обновление прошлой недели, у меня не было никаких сил снимать, редактировать все это, и заниматься, в принципе, ютубом, и даже сидеть и играть. У меня не было сил абсолютно ни во что. Но благо сейчас я уже выздоровела, у меня остались только остаточные противные мокроты, которые будут еще долго со мной выходить, избавляться от которых я буду, да, еще на протяжении, я думаю, недели две. Поэтому сегодня будет очень длинное видео, расскажу вам о том, что добавили на прошлой неделе, о том, что добавили на этой неделе, и о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что седлайте своих коней и... поехали! Давайте сразу договоримся, что новости я буду преподносить ровно в той последовательности, в которой они прописаны в новостной ленте официального сайта StarStable Online. Поэтому первое, с чего нужно начать, это то, что нас везде повсюду расставили ледяные декорации, везде северное сияние, но самое главное прошлого недельного обновления, это то, что у нас на лошадок сделали скидки. Теперь Марвари, которых я, кстати, так, видимо, и не куплю, потому что, ну честно, не хочу. Марвари это не моя лошадь, но при этом вареновый Марвари я со скидкой купила за 760 СК на свой дополнительный аккаунт, и там этот Марвари смотрится идеально. Он там просто необходим, он там нужен был, его ждали. И так как там есть лайфы, ска накопились, да, вот этого красавчика я купила, так что можно вы засчитаете мне, что у меня есть Марвари просто на другом аккаунте. Буду признательна, потому что в моей конюшне он не нужен. На ахалтикинцев, то бишь примерно похожую породу, скидка другая, и они стоят 553 старкоинса. Ахалтикинцы у меня уже есть, больше не планируется и не желаются, поэтому ахалтикинцев я покупать не буду. Поэтому хочу сказать это, чтобы вы не ждали видео о покупке Марвари ахалтикинцев. Нет, их на этом канале не будет. Гильермо Гаде снова вернулся к нам, точнее в хозяйство Серебряной Поляны, и теперь вы можете пройти у него гонку, в которой могут участвовать, по-моему, три породы. Это такие лошадки, как ахалтикинцы, арабы и Марвари, то бишь примерно все одной единой кровной линии. Скачка находится вот здесь, в круглом загоне, причем, как видите, я действительно не заходила, я даже не выполняла начальное задание, связанное с его скачками. Так что я уверена, вы уже вдоль и поперек их прошли, продолжаете проходить и будете проходить до того дня, как пока это все не исчезнет. Насколько я помню, кстати, эта гонка у нас остается с нами до 12 января. Да, до 12 января, так что качайте коней, успевайте, и переходим к следующему этапу прошлой недельных новостей. В Элдейла опять вернулся мой любимый пингвиненок Фрипп, но большинство не любит его гонку за счет того, что там очень высокие и достаточно тяжелые препятствия, поэтому почему-то не каждый наездник со своей лошадью могут легко их перепрыгнуть, в особенности на пони. Но, если честно, в прошлом году я тоже была одним из тех возмущанцев, которым было тяжело пройти эту гонку. Я постоянно застревала в препятствиях с елками, но, кстати, в этом году у меня еще ни разу не было такого, чтобы я застряла в его гоночке. Гонка Фриппа начинается около водопада в Элдоле и заканчивается на речке напротив Ранчо Старщайна, примерно, по-моему, вот здесь вот или вот здесь вот. Так что тоже успеваем, опыта дает много, тоже до 12 января. В зимней деревушке появился отряд по защите песцов. Здесь есть персонажи после выполнения заданий, с которыми вы просто узнаете очень много интересной информации, связанной с песцами. А вот здесь вот, буквально недалеко, с самого начала можно подоехать и купить себе какого-нибудь снежного песца или стойкого песца. В общем, вот такие два малыша, которые очень симпатичные. Ну, кстати, вроде бы когда-то в спойлерах показывали, что должен быть еще черненький песец, но я пока не ведаю, где он и когда же он будет. Да, так что вот такие вот малыши. Я, если честно, их так пока что и не купила, но собираюсь. Но, к сожалению, 350 СК за каждого, поэтому придется хорошенечко подумать. Дальше у нас, что же добавили тоже в деревушке Санты, это то, что добавили гонку с пингвинятами. Она начинается, по-моему, вот там дальше, да, вот здесь вот, если я ничего не путаю. Ой, как сильно лагает тут. И, да, она очень противна, там очень много пингвинов. Я, конечно, очень люблю пингвинчиков, но там действительно слишком много пингвинов. И ты спотыкаешься об этих малышах, об этих пингвинятах на каждом шагу. Также в зимнем загоне нам добавили доску, в котором есть три типа препятствий. Поэтому успевайте заниматься выездкой, конкуром до 12 января. Потому что препятствия тут действительно очень классные. И, в принципе, позаниматься здесь в зимнее время, я считаю, это прям очень важный пунктик. И очень лагающая последняя новость. Я не понимаю, почему так лагает. Вот что значит, давно не снимала. Так, пожалуйста, отвисни немножко. Последняя новость об обновлении прошлой недели, это то, что лошади переехали. Теперь на ферме Стива нету просто абсолютно ни одной лошади. Все эти лошади разъехались по разным локациям. Точнее, нет, стоп. Насколько я помню, они все переехали в нижнюю часть острова Пладок. Где раньше продавались только Шайры. Потом Клейды сдали. Ой, Канемару вместе с ними. А все потому, что скоро нам добавят, а точнее обновят Аполлус. И, по идее, всех этих Аполлус должны будут разместить именно здесь. Ох, я закуплюсь с Аполлузами на свой аккаунт, девочки-индейцы. Так что это все новости, которые были на прошлой неделе. Теперь перейдем к новостям, которые были добавлены на этой неделе. Также теперь в деревушке Санты вы можете пообщаться почти с любыми жителями Юрвика. С Аликсом, Фрип, Идрисом и многими другими. Также здесь у нас сидят Лили Бонс из клуба Бульдогов. По-моему, Линда, Беатриса. И заметьте, все сидят с коробкой подарков. Так что, точнее с пакетом подарков. Вы можете спокойно подойти и пообщаться с ними. Почему они общаются между собой? Так что, да, Новый год объединят абсолютно всех из разных клубов. И если вы хорошенько побегаете и погуляете по окрасностям деревушки, то как раз встретите разных персонажей. Они вот здесь, к примеру, тоже греются у костра. Та же Талия, Энитон, Алекс, Фрип. Все они здесь и со всеми можно поболтать. Самым настоящим испытанием стал поиск фотозоны. И я ее даже нашла самостоятельно, без помощи новостных лент ВКонтакте. Она находится вот здесь, вот если кто не знал, чуть выше вот этого прудика. Здесь у нас есть маленький помощник. И вот такие вот разные фотозоны. Но мне вот интересно, они почему-то закрыты. Может быть мне задания какие-то надо выполнить или что. Этот фон будет доступен на Новый год в зимней деревне. А, то бишь тут есть некоторые фоны, которые будут доступны чисто в новогодний ночь, в новогодний день. Да, так что вот вы можете пофоткаться пока что с вот этими доступными фонами. Это Art of Star Stable. Но, кстати, вот я не знаю, я люблю, конечно, хром-фон. Но мне почему-то тяжелее, наверное, с него обрабатывать, что ли. В общем, да, вот такие вот есть фотозоны. Но добавили бы они в одном какое-нибудь место, действительно, фото зону постоянную, а-ля от города Юрвик. И можно было бы пофоткаться там с друзьями или одному. И спокойно потом в фотошопе себя аккуратненько вырезать. В мероприятиях прописано, что в этом году можно будет снова дарить подарки и собираться у костра. Я, если честно, смотно помню, что это значит. Потому что я даже не помню, что это было в прошлом году. Как видите, у меня даже под елкой не все подарки пока что собраны. Так что мне эта фраза мало что дает. Также нам добавили еще один, по-моему, или два комплектов для Вестерна, которые можно посмотреть в глобальном магазине. Давайте же их посмотрим. Так, это мы наблюдали. Это уздечки, которые можно одевать на большое количество лошадей. Кстати, здесь не прописано на какие. Но, так, это где? Или это амуниция, или это что? Меня обманули. Неужели это не видно в глобальном магазине? Придется ехать непосредственно на ранчо. Потому что здесь, похоже, действительно всего этого нету. И надо ехать куда-то. Ладно, поехали. Ошибочка. Его сказали искать здесь где-то на рынке. Я так понимаю, наверное, здесь. Это магазин самых последних комплектов. Или я что-то путаю? Мне очень тяжело что-то воспринимать, когда они так странно пишут. Ищи его на рынке зимней деревни. А ты где? В каком именно? Это все старое. Ребята, ставьте лайк, если вы... Если я не одна такая, и вы тоже не могли долго что-то найти. Да где этот комплект? Кошмар! Тут и так столько магазинов, я в них теряюсь. Я чего-то не понимаю, да? Или это глюк какой-то? Или это я что-то не понимаю? Это все магазины, нет? А, они почему-то ниже. Вот они. Вот этот, по-моему, да, комплект? Вот этот старый. Вот, вот этот, по-моему, добавили. Бордового ранчо. Да-да-да-да-да-да, комплект Бордового ранчо. Вот он. Ну что, кстати, очень симпатичный. Мне нравится особенно. Бусал очень милый такой. Кофточки мне такие нравятся. А, я думала, это дутые штанишки. Ой, красивые, с бахромой. В общем, очень классный комплект, но, наверное, покупать я его не буду, потому что я все-таки с вестерном точно не на ты. Так, что же еще нам добавили? Хм. Это как-то странно. Мне казалось, здесь тоже что-то должно было добавиться, потому что, насколько я помню, изогончики со снегом еще не должны были уйти. А где-то и должны были еще какие-то украшения снежные добавить. Что-то у меня как-то странное. Может быть, глюк, может быть, не глюк, может быть, я чего-то не знаю, не понимаю. Ну, давайте посмотрим. В Морландии вроде бы какие-то украшения есть. Как раз в новостной ленте они очень ярко показаны, что где-то вот здесь. Вот. Должны быть сугробы снега со снеговичком, где можно снеговичка одеть. Наверное, это у меня какой-то глюк или баг, потому что здесь, может быть, заданий какое-то нет, заданий какого нет. О, ну, какое-то задание на виноградниках. В общем, снежок хочет преобразиться. Неподалеку от него разбросаны и развешаны разные вещи. Выбери понравившиеся предметы и помоги снежку создать новый имидж. Закончи, когда результат будет тебя полностью устраивать. Потом изменить образ не получится. Так, это мероприятие работает так же, как и все остальные, но доступно в определенные часы. И расположение снеговика меняется. Вот, возможно, сейчас он находится на виноградниках. А, нет, это загон. А больше я не знаю. То бишь, местоположение снеговичка каждый раз разное, и в данный момент я на него не попала. Ну что ж, грустненько, конечно. Ну ладно. А так же, если вы перейдете на страницу этого обновления и спустите в самый низ, то будет такая глава «Всего не упомнить», на которой вы найдете обзор всех зимних событий на странице «Зимнего праздника». Там есть информация обо всех предложениях, новинках и не только. Давайте же посмотрим, что это означает, что за страница такая. «Зимний праздник дружбы». Здесь как раз вы смотрите такие мини-видео вставочки всех этих обновлений, «Что же будет?» «Зимнее обличание», «Снеговика», «Фотозона», «Бесплатный подарок каждый день». Вот так вы можете смотреть календарь. Ага. Так, а я не поняла, почему вот это вот красненькое. Посреди зимней территории стоит великолепное юриское дерево, приходи к нему весь декабрь. Каждый день тебя будет ждать подарок. По пятницам подарки особенно приятные, не волнуйся. Если пропустишь какой-то день, подарки тебя дождутся. Только обязательно забери их все до обновления в среду 12 января. И тут все предложения, связанные со старкоинцами. Ни одну из них я, конечно же, покупать не буду. И также тут есть предложения по старайдеру. Но они мне тут тоже не особо как-то нужны все ради этих вещей. Так, и это что? Ага. Коллекции Star Stable Music пополнила новая песня «Moon от Nomi». Она есть во всех музыкальных сервисах, которые вы можете послушать. Также про лошадных, зимних лошадок тут все сказано. Есть также зимние обои, которые вы можете загрузить. Так что, пожалуй, на этом все. Надеюсь, ничего страшного, что я умомрилась вот так вот из-за болезни уместить всю информацию о двух обновлениях подряд в одно видео. Мне до сих пор, кстати, тяжело очень долго так разговаривать, потому что Макрота, она все-таки пытается выйти из меня окончательно. И это очень ужасно. Я периодически кашляю. Иногда сложно остановиться. Но благо, горлышко не болит, соплей у меня нет. И чувствую я себя просто замечательно. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайк, пишите комментарии. Скучали вы одну неделю без моих видосиков? Я надеюсь, что сейчас уже видосики тоже начнут выходить почаще. Вот. А тем не менее, кстати, сейчас у нас будет обновление следующее в среду. После чего у нас будет Новый Год. Так что надо будет, наверное, подумать о том, что было, о том, что будет, и пожелать в следующем обновлении вам Нового Года. А на этом все. Спасибо, что посмотрели. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, и до встречи в следующем видео. И хороших вам лепки снеговичков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин